Все, доброе утро, дорогие друзья. Все, да, закрываем дверь. Только стульчик надо взять. Все, извиняюсь за второе уже опоздание, но сегодня такой день, видите, сегодня пост и очень длинная молитва. А я еще сегодня должен был вести молитву, знаете-ка. Я сегодня должен был вести молитву, потому что у меня, короче, сегодня 11 месяцев заканчивается со дня ухода моего отца Зихрана Ревраха из этого мира. И, значит, в 11 месяцев читают Кадиш. Это, Кадиш это такая специальная часть молитвы. И, если есть возможность, ведут молитву. Как раз сегодня вот я вел молитву, и поэтому я не мог уйти. Знаете, как известная история, когда утром мама сына будет в школу и говорит, сынок, я иди в школу. Он говорит, я не хочу в школу. Она говорит, ты должен идти в школу. Он говорит, я не хочу в школу, меня дети не любят, меня учителя не любят. Мама говорит, сынок, ты должен идти в школу, ты директор школы. Так же я, я не могу идти сегодня, потому что я был ведущий молитвы. Поэтому мне это самое. Все, всем доброе утро. И, значит, сегодня у нас третий отрывок главы, третий день недели. И третий, значит, отрывок мы читаем. Иосиф привел сыновей получить благословение перед смертью отца. И он, значит, подвел их к отцу. Отец перекрестил руки. И сказал уже, видно, тут благословение. Вот смотрите, он же сказал в Эверех, это Иосиф, благословение Иосифа. И сказал, то есть, может быть, смотрите, вот этот момент я не знаю, потому что мы вчера прочитали благословение, которым он благословил их. Но сейчас будет еще одно благословение, а между ними будет разговор. И вот тут непонятно, или он первый раз их благословил, не кладя руки на голову, или же в Торе нету раньше-позже. То есть Тора может переставлять отрывки, как пазл такой, да, потому что, в принципе, Тора это как модель мира. Поэтому, возможно, что он благословил их, а может быть, скорее всего, если идти по тексту, он их вначале благословил так, а теперь, а не, нет, нет, нет. Он их благословил, и после этого, написано вот сегодня, давайте, идем после этого, и увидел Иосиф, что положил папа его руку правую на голову Эфраема. А Эфраем же, это был его младший сын. У него было два сына, Минаш и Эфраем, и Эфраем был младший. В Айраба и Нав, и это было плохо в глазах Иосифа. Иосиф подумал, что, знаете, почему он подумал? Он подумал, что, а вдруг отец перепутал, значит, вдруг отец перепутал, и он хотел благословить, значит, хотел благословить, он же плохо видел, и он положил руку на голову Эфраема, а думал, что это Минаши. И тут возникает много вопросов, как с благословением, которое Яков получил сам у этого самого, вместо Исава. То есть, если, например, вот если я сейчас, например, думаю, что, я говорю, благословение там Олегу Гусарову, да, благословляю Олега Гусарова, а там за его аккаунтом на самом деле не Олег Гусаров скрывается, а Наташа, а Мария Горштейн, да, они просто поменялись аккаунтом. Но я-то думаю, что там Олег, а там Мария. То есть, является ли тогда благословение, на кого оно тогда? И вот поэтому Иосифу не понравилось это. И он, значит, в Айтмох ядавив, и он взял руку отца для того, чтобы ее перевести на голову Минаше. То есть, так как отец руки вот так вот сделал, да, он сложил руки, вот так вот, ну, крест-накрест, он хотел передвинуть руку. Не так, папа, он ему говорит, Иосиф, отцу. Он говорит, Минаше, он твой первенец, Минаше, положи руку на его голову. И отказался папа, Яков отказался, и сказал, ядати мне, ядати, знаю я, сынок, знаю я, да, тоже здесь мы чуть позже разберем, почему он так сказал, именно знаю я, знаю я. Гаму-и-эля, и он тоже будет большим народом. В Гаму-и-гдаль, и он тоже увеличится, возвеличится. В Улам, однако, Ахив, Акатан, Игдаль-мемену. Но младший брат, он более вырастет из него. В Азаро-и-ем-логу-им. Его потомство будет, значит, множеством народов. Значит, очень устная Тора много нам рассказывает, почему именно, почему Яков дал благословение младшему сыну Иосифа больше, чем старшему. Теперь смотрите, больше-меньше благословения, это такой вот вопрос, больше или меньше благословения, да, как померить вообще благословение. Самый такой вот мне понятный лично ответ, он им дал разное благословение, не то, что оно больше или не больше. Значит, правая рука, она обозначает благословение больше, чем природа, да. То есть, он ему дал благословение в Ифраиму, значит, как мы знаем, Всевышний проявляется двумя способами. Есть проявление Всевышнего, который творец мироздания, то есть, это творческая энергия, которая питает все мироздание, которая создала все мироздание, и которая Всевышний как творец, как создатель, он вообще ничем не ограничен. То есть, вот нет никакого ограничения, никакой нету вообще ограничения, да, бесконечный, безграничный, без структуры, не вообще, это творец. Теперь есть всесильный. Всесильный – это мироздание. Он создал мироздание, он создал духовные миры, которые действуют по определенной схеме, да, как часовой механизм. Он создал мир материальный, который четко вообще управляется законами природы, которая природа – это и есть всесильный. Кто-то же эти законы создал, то есть, он – это тоже всесильный, но он уже некая структура есть, да, у всесильного. Благословение есть двух видов. Когда есть благословение сверх структуры и Бог, он участвует, то есть, не так, что он когда-то создал, как древние греки думали, и дальше все развивается, причина-следствие, причина-следствие. Нет, он творец и есть доступ к нему. Поэтому мы говорим два раза в день. Шма-Израэль, слушай, Израэль, ад-дойной. Ад-дойной – это ют-кей-вав-кей. Это вот этот творец мироздания. Элуэйну – всесильный наш. Ашем – вот этот вот творец мироздания, который продолжает его сотворять каждую секунду заново. То есть, все мироздание существует, вся эта вселенная структура. Нам только кажется, что она надежная. А там-то внутри, вот если мы заглянем, внутрь атома, да, внутри атома, там вообще совершенно своя жизнь. Атом, атомное ядро, вокруг атомного ядра летают какие-то частицы. Если посмотреть, то между атомным ядром и частицами расстояние, как, например, между Солнцем и Землей. Пустота. То есть, если мы посмотрим, вот нам кажется, все твердое, а оно внутри все пустое. И от чего оно летает? Кто общую силу дает этим частицам летать вокруг атома? А если они перестанут летать вокруг атомного ядра? Или, например, когда происходит атомный взрыв, вдруг это атомное ядро, из него каким-то образом вычленяют энергию, и какой-то там килограмм материала делает атомный взрыв и уничтожает вообще целый город, да? Или как есть какие-то термоядерные реакции на Солнце, когда вообще там вообще жуть, какая внутри происходит. А как это, кто это все держит, что оно вдруг не начало все взрываться и не рассыпалось, или просто не остановилось? Вот летают они, а потом перестали летать эти частицы вокруг атомного ядра. Вот это все Творец, он не только сотворил когда-то, он постоянно поддерживает вот это вот существование мироздания. И когда мы говорим Ашем Элокейна, Ашем Эхад, он один, мы утверждаем, декларируем и как бы себе напоминаем, что Творец он здесь, и сотворение продолжается, и каждый человек, он является сотворцом той реальности, в которой мы все живем. И в этом как раз и есть вот это вот, что человек подобен Богу, что как Бог Творец, так же и человек Творец. И у нас тоже есть у каждого свобода выбора там и так далее. В общем, вот это благословение творить он дал Эфраему, а Минаше он дал благословение такое, как бы быть очень упорядоченным в этом мире. То есть оно вроде выглядит как меньшее. Значит, дал он ему такое благословение и сказал, и благословил он их, боем ау, в этот день, Лемор, говоря, Беха и варех Исраэль, в тебе благословится Израэль, говоря. Представляете вообще, какая удивительная вещь. Этот разговор происходит 3700 лет назад, 3800 лет назад. Яков, который Исраэль, благословляет сыновей Иосефа и говорит, вас будет благословляться весь Израиль. И до сих пор, до сегодняшнего дня, конкретно, прямо вот в последний шаббат, например, да, в пятницу, я благословлял своих сыновей именно вот этими словами. И говорил Исраэль, говоря, Ясимха Элоим к Эфраиму и к Минаше, сделает тебя всесильный, как Эфраима и как Минаше. ВСМ это Эфраим, Лифнем Минаше, и он поставил в этом благословении тоже Эфраима перед Минаше. Теперь задают тоже вопрос, почему, почему благословляют именно этим благословением сыновей? Что мало других благословений в Торе? Очень много благословений. Почему именно этим благословением благословляют? Ответ, есть несколько ответов, очень важный ответ, это те... Значит, первый ответ такой. Было два сына, Эфраим и Минаше. Минаше был первенец. И что мы знаем о них из Торы? Мы знаем, что они никогда не ссорились, представляете? Сыновья. То есть, что мы знаем вообще про братьев на всей истории человечества? Каин и Эвель. Каин, первые братья. Сыновья Адама. Каин убил Эвеля. Дальше, про каких братьев мы знаем? Мы знаем про братьев Ишмаэль и Ицхак. Ишмаэль хотел убить Ицхака, и Авраам вынужден был выгнать Агарь и Ишмаэля, потому что между ними была вражда, и Ишмаэль хотел убить Ицхака. У Ицхака было два сына, Яков и Эйсав. Между ними была вражда, Эйсав хотел убить Якова, Якова, то есть была между ними вражда. Дальше, у Якова было 12 сыновей. Братья хотели убить Иосефа. Что это вообще такое? Братья хотели убить Иосефа, и получается, что единственные, может быть не единственные, но первые в Торе братья, которые не ссорились, даже в сложной ситуации, когда Якова дал первенство младшему брату, это были Эфраем и Минаши. Они были первые, которые не ссорились. Они получили это от своего отца, от Иосефа. Иосеф тоже не обиделся на своих братьев, когда братья его хотели убить и продали. И именно за это, вот это у меня был, огромный у меня был такой, как инсайт хидуш в шаббат, почему Иосефу все время везло. Почему Иосефу, как только он попал в рабство, до этого ему не очень везло. А тут вдруг ему, куда он не попадает, написано, что Ашем был мацлеяк баядок. Бог ему давал успех во всем, что он делал. Даже если он неправильно делал, туда, значит, было благословение. Почему? Потому что Иосеф, он не обижался на братьев своих. Они его хотели убить, они его продали. Он был в рабстве. Но он шел по закону, что это не вы меня продали. Потом он им это сказал прямым текстом. Но вот у меня в чем был мой цайт, что когда он им сказал, я на вас не обижаюсь. Это не вы, вы хотели мне сделать зло. Но Бог хотел мне сделать добро. И все говорят, Ре, вы любаетесь, и так далее, что это пример для нас. Тот, кто переступает через свои качества, тому Всевышний прощает все грехи. Но я в этот момент подумал, что да, действительно, мы знаем, что у Иосифа была очень счастливая жизнь дальше. Прекрасные сыновья, правители Едипта. Ну, все у него было хорошо. Но я подумал в субботу, что возможно, что он-то простил братьев не в момент, когда они уже к нему пришли, когда он уже поднялся, стал премьер-министром. Может быть, он их сразу простил. Может быть, он на них сразу не обижался. Потому что он понимал, что все, что в жизни происходит, все от Всевышнего. И когда ты на таком уровне, на уровне даже, когда тебе кажется, что Всевышний делает тебе зло, да, то есть какая-то неприятность, проблема, а ты говоришь Всевышнему, спасибо, я знаю, что ты мне делаешь только добро. То именно вот эта вера, которая у тебя есть, она переворачивает любую ситуацию в позитивную. И наоборот, когда, например, человек, ему Всевышний готовит что-то хорошее, а он говорит Всевышнему, не, вообще, только мне плохо ты делаешь, только плохо, только плохо. Просто проверьте, подойдите к любому человеку и начните ему вот так вот в лицо говорить, ты мне делаешь плохо, ты мне делаешь плохо, ты мне делаешь плохо. Что вам человек через пять минут скажет? Да пошел ты, скажет. Что ты вообще, я тебе не делаю плохо. Когда ты подозреваешь человека, который не делает тебе плохо, в том, что ты ему, что он хочет сделать плохо. Уже это достаточно, чтобы он перестал с тобой общаться. Так же со Всевышним. Иногда Всевышний готовит человеку что-то хорошее, делает ему хорошо. А человек утром просыпается, есть известная история, когда один, значит, едет в, ну, или идет по улице, один человек, и говорит, все плохо, как же все плохо, как все ужасно, еще хуже будет, там, и перечисляет все, что ему не нравится, все, что плохо. И над ним такой летит ангел, записывает все его слова и говорит, мне сказали принять от тебя заказ на будущее, но зачем ты все это заказываешь? То есть, когда человек, он, еще это проще всего видно в том, что, как любая учительная работа, он советовал человеку, который идет в больницу, не говорить, что это больница. Потому что больница, это там, где болеют, а я иду в дом выздоровления. Я иду туда, где выздоравливают, а не где болеют. Я иду к врачу не зафиксировать болезнь, а найти излечение, найти и так далее. То есть, вот этот позитивный настрой, думай хорошо и будет хорошо, он, это не просто слова, думай хорошо и будет хорошо, да? Это думай хорошо и будет хорошо. И вот здесь мы видим про Йосефа, что именно, мне кажется, это и было его секретом, что Бог давал ему во всем благословение. Теперь, понятное дело, что он этому же обучал своих сыновей, Ефраема и Минаша. Поэтому мы благословляем своих детей, Ясимха, Элоим, Ки, Ефраем, чтобы ты был как Ефраем и как Минаше. Теперь, что еще в них было удивительного, кроме того, что они не ссорились? Второе удивительное в них было, что в каждом поколении есть такое понятие, как еридата дород, как снижение поколений, уровня поколений. То есть, мы видим это по всем нашим праотцам. С каждым поколением все же люди мельчают, мельчают, мельчают. А что? Ефраем и Минаше, они поднялись на уровень своих родителей. То есть, их Яков поднял, говорит, они мне как сыновья. То есть, только в этом случае не было то, что называется еридат снижения поколений. И третья вещь, которая говорит нам уст на Тор, а почему мы благословляем сыновей, как они, не ссорились, не было снижения поколений. И третья была какая-то еще одна вещь. Вот третью вещь я не помню. Не помню, я помню, что было три причины, но третью я забыл. Хорошо, и дочитываем сегодняшний отрывок. И сказал Исраэль Юсефу. Ине Анухимед. Он говорит, вот я уже умираю. И я даю тебе Шхем. Шхем это, есть город Шхем. Помните, город Шхем, который, такой город есть. И я даю тебе, но Шхем еще само слово переводится как, как, Шхем слово переводится, ну кусочек можно, кусок, вот так, кусок можно так перевести. Я даю тебе кусок один, больше, чем твоим братьям, который я забрал от эморейцам, мечом своим и луком. Значит, что имеется ввиду? Помните, была вот эта история ужасная с Диной, когда ее Шхем, сын Хамора, сын властителя города Шхема, украл ее. Хамор сын Шхема его звали, да. Он украл ее, Дину, изнасиловал, потом хотел на ней жениться. Но, когда сыновья Яакова сказали, что пускай все сделают обрезание, все сделали обрезание, и Шимон и Леви, они вырезали весь город. И говорит нам устная тора, что потом была война все-таки, была потом война, и окрестные там племена тоже объединились против Яакова. Но Яаков с сыновьями вышел на войну, и он победил их, и этот Шхем забрал себе город, как бы, ну ему остался он в добычу. И он его отдал Юсефу, и мы знаем, что могила Юсефа находится в Шхеме, и до сих пор происходят там всякие столкновения, потому что Шхем на сегодня, как и последние там несколько столетий, его захватили какие-то палестинцы, которые, ну вот, они там живут, и захватили они это место. Но там находится могила Юсефа, и все время евреи пытаются это место моляться там, то есть это святое место для еврейского народа, а палестинцы пытаются евреев туда не пускать, эту мотиву они оскверняют постоянно. В общем, такое место, которое до сих пор, оно является таким, как сказать, горячей точкой, назовем это, горячая точка. И, ну, Юсеф там действительно похоронен. Помните, когда Яков просил, в прошлом мы читали отрывки, когда он просил Юсефа, пообещай мне, что ты меня похоронишь в Израиле. Юсеф сказал, я сделаю, как ты сказал, и когда уже, вот тут он сказал, что через какое-то время еврейский народ вернется в землю Израиля, когда евреи выходили из Египта, то кости Юсефа вынесли, и он тоже потому что передал своим сыновьям, а те своим сыновьям, а те своим сыновьям, что когда будете выходить из Египта, перенесите меня в Израиль. И прошло после смерти Юсефа около двухсот лет, Машера Бейну, когда выходили из Египта, он, очень такая есть мистическая история, когда гроб с Юсефом, с телом Юсефа, он был в Ниле под водой, и он бросил туда табличку, такая написала на табличке, Шор, встань, бык, встань, и он бросил туда табличку, и этот гроб всплыл, и его взяли с собой. Но вот эту же табличку взял, там был один человек, который маг был такой, Миха его звали, он взял эту табличку, и потом, когда делали золотого тельца, он эту табличку бросил в костер, где плавилось золото, Шор, бык, встань, и встал вот этот вот телец. И мы позже, когда к этому придем, мы будем изучать, это очень интересно, почему именно золотой телец, что значит золотой телец, почему сейчас золотой телец стоит на Уолл-стрит, почему Юсеф, его знак был Шор, бык, и почему его называл Яков Исраэль, вот следующий, завтра будет отрывок, там, где Исраэль давал благословение своим сыновьям перед смертью, он дал всем своим сыновьям благословение, и почему он именно Юсефа в своем благословении назвал бык. Очень мы завтра это узнаем, очень будут важные благословения. Завтра в 9 утра провожу, тоже молюсь, но я надеюсь, что мы в 10 утра успеем завтра, что урок будет завтра вовремя. Все, дорогие друзья, всем удачи, успехов, я советую вам еще раз взять текст Торы, все благословения выписать, и когда вы хотите их читать каждый день, благословлять себя, своих детей, всех окружающих, потому что эти благословения, которые есть в Торе, они имеют огромную-огромную силу. Мусульмане меня, почему мне они не дают покоя? Мне они дают прекрасный покой, я очень люблю мусульман, очень уважаю их, прекрасно к ним отношусь, и большинство людей, которые делают теракты, воюют и так далее, прикрываясь исламом, они, даже в исламе, они не признаны эти люди. Я очень мусульман люблю, которые, все мусульмане настоящие, они за мир, они точно так же, как евреи верующие, и точно так же, как верующие христиане, они любят добро, любят помогать, и служение Богу для настоящего верующего человека, оно выражается в делании добра. А те люди, которые делают зло и убивают, и грабят, прикрываясь религии, эти люди, они просто преступники, которые к религии и к Богу не имеют никакого отношения. И как среди мусульман есть святые люди, и есть люди, которые называют себя мусульманами, но они убивают и мусульман, и немусульман, и они просто грабители, прикрывающиеся какими-то красивыми словами. Также такие люди есть и в еврейском народе, и в христианском народе, и все. Поэтому я мусульман очень люблю, скажу это прямо открыто и честно, настоящих, добрых, хороших мусульман, для которого добро – это помогать, а не убивать. Все, всем удачи и успехов, всего хорошего.